А вот существует два мнения. Одни говорят, что паять надо, а другие говорят, что паять не надо. Ну вот, пускай те, которые паять не надо. Сегодня в техцентре Пионер мы посмотрим, как установить в автомобиль Volkswagen Polo Sedan 5 до рестайлинга зеркало заднего вида с монитором, видеорегистратор скрытого монтажа и камеру заднего вида через нормально разломкнутое реле. Действительно неудобно, нормально. Камера выключается автоматически. Выключаем заднюю передачу. Камера выключается. Все. Выключается через некоторое время. В первую очередь необходимо демонтировать штатное зеркало заднего вида. Для этого необходимо отжать со стороны лобового стекла металлический зажим маленькой плоской отверткой. И аккуратно потянуть зеркало вверх по направлению к потолку. Надо было отжать отверткой. Далее примеряем ножку из комплекта. Поскольку на автомобиле установлена пластина типа «Ласточкин хвост», ножка из комплекта подходит идеально. Прикручиваем ножку к зеркалу модели АВС 0458БМ. Устанавливаем новое зеркало на пластину. И фиксируем кронштейн к пластине отверткой торкс. Далее примеряем видеорегистратор модели АВС 400 DVR номер 121. Необходимо установить его так, чтобы был доступ к кнопкам для настройки видеорегистратора и к разъему для microSD карты. Обезжириваем место установки видеорегистратора и приклеиваем его на двухсторонний 3М-скотч, который идет в комплекте с регистратором. Лучше всего устанавливать видеорегистратор на шелкографию, так он будет незаметнее и не будет мешать обзору водителя. Теперь приступаем к демонтажу обшивки багажника для установки камеры заднего вида. Для этого необходимо открутить два винта и снять обшивку с металлических клипс. Лучше всего это делать специальным съемником, чтобы не повредить пластиковую обшивку в местах, где установлены клипсы. Далее вынимаем правый плафон подсветки номерного знака с помощью пластиковой карты или тонкого съемника. И устанавливаем камеру с HD-сенсором модели AVS-327CPR номер 001. Теперь необходимо подключить светодиодную подсветку номерного знака в плафоне с камерой. Лучше всего прозвонить штатный разъем подсветки на плюс и минус, чтобы правильно подключить подсветку. Получается плюс слева от защелки, минус справа. Так как светодиодная подсветка камеры требует правильной полярности при подключении. Если подключить ее неправильно, ничего не сгорит, но подсветка работать не будет. Важно не перепутать полярность. Очень важно. Не очень важно. Стрешно ничего не будет. Расшли бы ощутиться. Но ничего не испортится. А это не точно. Нет, точно ничего не испортится. Поэтому если у вас нет тестера, смело можете цеплять плюс не туда, куда надо. Потом методом перестановки. Слева у нас в защелке плюс. Проверяемся? Да. После скрутки проверяем работоспособность подсветки. Все работает. Можно изолировать. Далее нам необходимо нарастить провод питания самой камеры. Так как длины штатной проводки нам не хватает. Протягивать провод под камерой мы будем с левой стороны, там же где идет штатный жгут проводов. Для этого воспользуемся гибкой протяжкой. Паяем места скруток и изолируем. Слева睡ом. Продолжение следует. Продолжение следует... Оставляем небольшую петлю непосредственно под обшивкой на случай выхода камеры из строя и её лёгкой замены. Если все провода будут натянуты и убраны под металл, поменять камеру pin-to-pin будет весьма затруднительно. Напомню, что гарантия на линейку HD-камера VS-327CPR 2 года. Далее мы обрезаем тюльпан для облегчения протяжки проводки в резиновый уплотнитель и по салону автомобиля. Аккуратно сматываем провода изоленты и устанавливаем на место резиновую заглушку. Продолжение следует... Мы пойдем под штатной проводкой. Сейчас мы её стяжечками маленькими здесь. Раз, два, три, четыре. Далее крепим стяжками проводку камеры к штатному жгуту. Обратите внимание, что нам необходимо повторить петлю штатной проводки под дугой багажника. Здесь вот такая вот кракозябла, видишь? Надо её всё повторить, чтобы провод был запас хода на момент изгиба. Я на багажнику пользуюсь ещё. Рис сломался и порвался. Ну и повтори, что цветы пил. Вот так она находит. Угу. Сейчас эту стяжечку надо откусить. Угу. Далее, поскольку в автомобиле лампа заднего хода находится только с правой стороны, мы снимаем пластиковую накладку багажника, чтобы протянуть провод питания камеры под ней. Она крепится такими же металлическими клипсами, как и обшивка. Обратите внимание, здесь было 6 металлических клипсов. 4 сверху и 2 снаридового кронштейна. 1, 2. 2 там и по 1 снизу. Провод крепим к штатному жгуту изоленты. Вытаскиваем разъем задней фары. Предварительно отщелкнув красный фиксатор плоской отверткой. Прозваниваем провода разъема. Нам нужен плюс фонаря заднего хода. значит, вот это плюс. Самый левый, черный с синей полосой. От защелки смотрите. В выключенном состоянии на плюсе заднего хода приходит 3 вольта, что может плохо сказаться на работе камеры. Так, 3 вольта. 3 вольта. Ну, 3 вольта. 3 вольта у нас не должно ничего повлиять нам никак. Знаешь, что это такое? Это система опроса лампочек. Она, короче, вот так вот их опрашивает. Нам было рюшечку поставить, конечно. Нам необходимо найти чистые 12 вольт для подключения реле. 12 вольта. Теперь сюда закроем. 12 вольт. Ага, 12 вольт. Ну, там же минусы направлены. Надо брать отсюда плюс. Дальше сплавком. Питать им через реле. Потому что 3 вольта, это, конечно, если будет висеть на крыше. на камеру. А потом, впоследствии, на блоке, если переднюю камеру будем ставить, это нам никуда не годится. Ну, в общем, сейчас мы меряем ток потребления. Миллиамперы ставим здесь на тестере. А здесь мы ставим вот миллиамперы вот здесь. Один на минус. Дальше. А, нет. В разрыв. Извините. В разрыв. Хорошо. Вставляем. Ну, в общем, сейчас мы меряем ток потребления. Миллиамперы ставим здесь на тестере. А здесь мы ставим вот миллиамперы вот здесь. один на минус. Один на минус. А, нет. В разрыв. Извините. В разрыв. Это очень много, но это она потребляет в режиме 12 вольт. В режиме заднего хода. Сейчас ты выключай и смотри сколько она не останется. крестанеца. Это даже не одного миллиампера. это, ну, короче, видите, граница. Точка. Значит, даже один миллиампер у меня нет в ток потребления. В таком положении. Поэтому, в принципе, так оставить не можем. Если мы сейчас поставим другой режим миллиамперы, 0.0, это десятки, это единица. 4 миллиампера. 5 миллиампер. Но это неправильное показание, потому что надо смотреть именно. Ну, по нулям, ничего он не потребляет. А вот как он потребляет у нас? Приблютить вот. Да, миллиампера. Это меньше одного миллиампера, это ничто. Значит, реле как бы не запитано. Можно считать, что не запитано. Утечки только не будет. Все нормально. После всех тестов можно подключать реле. Сейчас мы ее будем подключать. Значит, вот наши провода. А, питание корма. Обмотка реле мы берем с плафона и с него же мы возьмем минус, который запитает нам камеру. Второй мы, управляющий контакт реле, сажаем на плюс от заднего хода. Это уже у нас два коммутирующих контакта. Один мы запитаем нашу камеру, а второй провод, оставшийся вот этот вот, мы отправляем на постоянный плюс. В данном случае, он будет взят вот отсюда с плафона. Все. На реле надо, да? Да, постоянно. Ну, реле нам скоммутирует нормальный, нормальный плюс. У него этот плюс, который на заднем, на заднем входе, он весь косой, кривой. Релушечку я взял маленькую. Потому что здесь висит 3 вольта почему-то. Ну, причем, все закрыто, машина уже должна была уснуть во всех отношениях, а оно висит. Все скрутки пропаиваем и изолируем. Протягиваем провода питания реле к плафону подсветки багажника с помощью гибкой протяжки. Необходимо уложить провода так, чтобы они не попали под пружину открывания багажной двери. Там пружинка на всю проволоку под нее не попали. И вынет. Продолжение следует... Подключаем питание реле к плафону, паяем и изолируем. Теперь нам необходимо протянуть видеопровод от камеры через салон к левой передней стойке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Провода от зеркала и видеорегистратора также протягиваем к левой стойке. Продолжение следует... 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 Пропадающая... Продолжение следует... 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 Да, но 100%. Здесь не может быть выход в контакт, иначе все может быть. Подключаем видеовыход камеры с видеовходом зеркала, предназначенном для камеры заднего вида. Чтобы избежать размыкания, фиксируем стык изолентой. В данном случае автовладелец не собирается использовать второй видеовыход зеркала и попросил не подключать постоянное питание на него. Зеркало будет включаться только при включении заднего хода. Паяем скрутку и изолируем. Установка завершена. Перед обратной сборкой обшивки проверяем на корректную работу все устройства. Включаем зажигание. Включаем заднюю передачу. Камера включается автоматически. Выключаем заднюю передачу. Камера выключается. Обратите внимание, что регистратор при включении зажигания также у нас включается. При выключении зажигания все выключается через некоторое время. Все. Мастеру осталось вернуть в салону первоначальный вид. Сейчас красиво уберем здесь все провода. Установим на место стойки. И соберем обратно в багажник. Как шуставил, да? Как шуставил? Стынь, стынь. Не сильно неудобно. Нормально. Такое, вот, ну, как-то, как-то. Такое, вот, ну, как-то, как-то. Такое, вот, ну, как-то, как-то. Ну, как-то. Ну, как-то.